Я выгляжу как послушанница какой-то школы женской. Ладно, исправнение. Всем привет! Я постаралась сделать максимально тёплую осеннюю атмосферу, палитру на фоне близко к летнему, согласна. Но тут есть жёлтые серёжки, гирлянды, которые хоть немножечко создаёт уют, и книги. И я вас позвала... О, what? Собрала я здесь сегодня вас, дети мои. Собрала для вас список вещей, дел, которые я считаю атмосферным, осенним. И хочу вам их показать. Вдруг вы вдохновитесь, делаете что-то подобное. Давайте приступим, потому что их достаточно много, а рассказать хочется о каждом. Первое, что мне пришло в голову, это найти свой чай на осень. Все мы знаем, что осень дофига холодная, время года, хотя я уверена, что почему-то эта осень будет тёплая, не знаю почему. Но чай, тем не менее, будет всегда кстати, поэтому да, найдите свой сорт, походите по всяким чайным магазинчикам, понюхайте всевозможные сорта, и купите на развес, потому что это гораздо круче, чем ароматизированные чайные пакетики в фольге. К тому же пакеты не разлагаются, точнее разлагаются, но очень долго, потому что они далеко не сделаны, не из экологичных материалов. Так что да, покупайте свои мешочки на развес, пользуйтесь заварками, милыми чайничками. Они очень уютные, очень классные на фотографиях, просто вау! Какое холодное время года без свитеров, без тёплой одежды. Осень, согласно, ещё не зима, чтобы прямо доставать, так знаете, свитера с горлом. Но почему бы нет, почему бы просто не достать из, допустим, у меня свитера хранятся в кровати, их летом не видно. Почему бы в конце лета, к осени не достать их на видное место, чтобы уже заряжаться этой черстяной энергией, в нашем случае вискозной синтетикой, не важно. В общем, да, достаньте, я уверена, это поднимет вам настроение и придаст уют в вашей комнате. Но если у вас закрытый шкаф, то при открытии шкафа вам будет очень классно. Также вы можете поискать себе новые свитера. Можно для начала порыться в шкафах дедушек, бабушек, потому что уверена, что у них должны быть какие-то ненужные свитера. Я нашла недавно два. На одном пятном я что-нибудь должна с ними сделать, потому что он очень классный. Возможно, я с этим достала у вас уже, но можете походить по секондам. Увы, я редко видела в секондах хорошие свитера, в плане того, чтобы они были мне по вкусу. Расцветки. Что я говорю? Божечки мои, я дико извиняюсь. Недавно же нашла идеальный свитер. Я вам сейчас заливаю, что сложно найти свитер в секонде. Я на днях нашла себе свитер в секонде осенний просто. Он оранжевый, он для осени моей. Солнце ушло, потому что у нас есть тут это солнышко. Он очень мягкий, у него прекрасный состав. И обошелся он мне, по-моему, в 500 рублей. Банально, но true. Распишите планы на осень. Распишите хотя бы сентябрь. Если вы введете планерники, ежедневники, то это будет очень круто. Я уверена, и из моего напоминания вы это уже сделаете. Да, я это сделала недавно на днях. Это было очень классно. Это было очень атмосферно. И я полностью погрузилась в этот процесс. Также вы можете придумать себе дело осени, либо дело месяца. Допустим, я хочу этой осенью разогрести свое барахло, потому что его очень много накопилось за почти что 20 лет. Поэтому, возможно, в скором будущем вы увидите долгое видео на тему, как Арина расхламляет свой хлам. Осень и учеба — слова, которые бок о бок просто большую часть нашей жизни. Поэтому перед тем, как начать учебу, в начале учебы, решите, что вы от нее ждете. Вы хотите хорошие оценки? Или вам нужны исключительно знания, которые вы получаете? Или вы все вместе, а может, вы вообще не учебный человек, и вам важны ваши хобби? Поймите это заранее, чтобы в будущем не разочаровываться, не злиться на учителей, почему у вас плохие оценки, если изначально вы не ставили учебу вообще в приоритет. Think about it. Допустим, свою учебу в этом году я планирую сделать не главным пунктом моей жизни, не в приоритете, она у нее стоит явно, но я хочу относиться к ней более серьезно, нежели в прошлом полугодии. Следующее дело можно сделать прямо сейчас, а можно дождаться желтых, красных листьев и собрать гербарий. Обожаю это делать. Для меня собирание гербариев — это момент релаксации, я не беру телефонов с собой, как правило, иду одна, и просто ищу красивые листики на веточках. Это очень успокаивает, и в моменты нервозности, особенно присущей началу учебного года, это правда очень классно. Особенно круто зимой или весной разглядывать эти гербарии, или же случайно натыкаться на книги с ними спустя лет пять. Это просто... Это вообще рандомное дело, которое может сделать кто угодно, но мне кажется, это особый шарм, приобретает именно осенью. Найдите, поищите, а может вы уже знаете любимого режиссера, оператора, который снимает фильмы, они все классные. Сделайте этот сезон или этот месяц его месяцем и просматривайте на выходных в свободное время его фильмы. Я, кстати, начала ознакомить маму недавно с творчеством Уэса Андерсона, ей дико понравилось. Мы посмотрели «Отель Гранд Будапешт», я смотрела второй раз, и «Путешествие...» Короче, на поезде в Индию катались три парня. Это было очень круто. Из разряда «легкое дело», но сделать его сложно, прогуляйтесь по лесу. Наши леса очень хрупкие, и то, что мы их не ценим, очень сказывается на их состоянии, поэтому прогуляйтесь по ним, вдохните свежий воздух, и просто отдохните, пройдите время с семьей вне телефона. Конечно, конечно, заснимите пару желтых листьев, это важно. У меня есть лес совсем недалеко, я туда редко хожу, потому что сейчас там ремонт. Я уверена, что как только, блин, он наконец-то кончится, длится он всё лето, я схожу и соберу гербальки. А ещё лёгкое напоминание. Не забывай о творчестве. Соседы учебной гонкой, продуктивностью, ответственностью, очень сложно, точнее, очень легко, было бы это сложно, очень легко забыть о творчестве, забыть о выражении себя, потому что, как ни в творчестве, мы это всё выражаем. Выделяйте хотя бы полчаса в неделю себе на то, чтобы просто нарисовать что угодно. Не обязательно стремиться к рисункам да винчи, не обязательно подражать художникам из инстаграма, которые рисуют звёзд, просто с офигенной точностью. Рисуйте, как вам удобно, как вам нравится, можете левой рукой взять, можете рисовать одной линией, можете рисовать с закрытыми глазами, сделать этот процесс максимально интересным вам и нескучным. Не смотрите на эту сумасшедшую, но я это практиковала ещё в универе на первом курсе, и это реально очень классно, рисовать просто, вот в такой размах, не парясь о рамках, границах, о том, что может нас держивать, как вы ещё можете, стоя так, нарисовать глаз. Ну и последние книги, просто куда очевиднее, но согласитесь, что книга и чай, и какао, это просто чудеснейшие атрибуты холодных времён года. Вот книжки, которые, я думаю, мне будет особенно уютно читать и пересчитывать осенью. Если у вас, возможно, есть уютные, атмосферные осенние книжки, то можете поделиться со мной, с людьми, в комментариях. Я правда буду очень... веду ту... Я правда буду очень рада прочесть ваши советы и, возможно, взять что-нибудь на заметочку, купить потом. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok